Привет, друзья, с вами Ваймс. Похоже, Dark Souls 3 дает нам повод ненавидеть себя еще до собственного выхода. Ну, точнее, не столько Dark Souls 3, сколько Namco Bandai. Bandai Namco, в каком порядке у них там слова в названии в этом году? В общем, как многие, наверное, знают, Dark Souls 3 выходит в большей части цивилизованного мира 12 апреля. То есть через пару недель, через три недели, по-моему. Япония в большую часть цивилизованного мира не попала, и там релиз намного раньше. Он примерно сегодня, я не уверен, когда именно я выложу это видео, но, скорее всего, примерно сегодня. Возможно, вчера. В общем, 23 марта. Но это, в принципе, само по себе не является чем-то таким особенным. Многие японские игры выходят в Японии раньше, чем во всем остальном мире, потому что переводы, локализации и прочая подобная хрень занимает какое-то время. А японским издателям и разработчикам обычно слегка насрать на всех остальных, так что они у себя выпускают, когда готово, а во всем остальном мире выпускают там уже, когда сделают перевод. И это, в принципе, довольно часто происходит. И с Dark Souls нам в основном везет даже, потому что многие другие игры, там, европейцы и американцы ждут по полгода и больше. Но это не совсем по теме. В общем, да, Японский релиз примерно сейчас, весь остальной мир через три недели. Это более-менее нормально. Но в данном случае ситуация оказывается немножко другая. Почему она немножко другая? Потому что несколько популярных стримеров получили доступ к английской версии примерно сейчас, опять же, примерно одновременно с японским релизом, возможно, даже чуть пораньше, и получили возможность свободно в неё играть сколько угодно и стримить примерно первую треть игры. Ну, это, в принципе, само по себе тоже достаточно стандартная практика дать стримерам и обзорщикам доступ к игре за какое-то время до релиза, чтобы обзорщики успели сделать обзоры. Стримеры — это как бы бесплатная реклама, по сути. В общем, такое тоже достаточно часто происходит. Но тут ситуация заставляет немножко задуматься. Если игра готова, японская версия уже вышла, перевод тоже готов. То есть стримерам дали английскую версию, ну, по крайней мере, английскую версию, переведённую, готовую, доделанную. Тогда спрашивается, чего мы ждём, все остальные, все, кто не стримеры. Почему японская версия вышла сейчас, а всем остальным, во всех остальных странах она выходит только через три недели? Что за фигня тут происходит? Ну и ещё одна вещь, о которой приходится слегка задуматься, если, опять же, японская версия уже вышла, и, ну, не все, конечно, могут в неё играть, потому что большая часть населения планеты, наверное, всё-таки японского не знает. Но все могут попытаться, по крайней мере, в неё поиграть, потому что, ну, можно её купить и запустить и вне Японии. Точнее, можно купить её в Японии и вывезти оттуда, импортировать в какую-нибудь другую страну. Так что, в принципе, в теории, попытаться поиграть в полную версию Dark Souls 3 в данный момент могут абсолютно все. Тогда какого хрена стримерам не дали стримить её до конца? Тоже вызывает некоторые вопросы. Ну и, в общем-то, такая вот неприятная ситуация получается, когда одна версия игры уже вышла, другая версия вроде как готова, и она выходит только через три недели, потому что... Не ясно почему. Я, в принципе, видел две основных теории, которые обе звучат достаточно правдоподобно. Первая теория заключается в том, что нам, кому даки, и, по сути, они откладывают этот запуск во всём остальном мире, потому что там всякая фигня с разными периодами финансовой отчётности. В общем, чтобы платить налоги позже, или чтобы у них там в годовом или в квартальном отчёте было больше прибыли, или что-нибудь подобное. В общем, чтобы выпустить игру в апреле, а не в марте по таким причинам. Это один вариант, который я слышал. Второй вариант, который я слышал, ну и первый вариант, это получается намка-мудаки, и мы ждём, потому что намка-мудаки. Второй вариант, в принципе, не сильно лучше. Он заключается в том, что фромы-мудаки, потому что фромы на территории Японии издают игру сами. Насколько мне известно, опять же, насколько я нашёл в интернете. То есть японскую версию издают фромы и получают с неё прибыль фромы, весь остальной мир издаёт намка и получает прибыль намка. То есть, получается, фромы, ну, скажем так, запретили издавать остальные версии эти вот три недели, чтобы набрать побольше бабла с японской версии, грубо говоря. И так и так получается, что кто-то, кто-то мудаки, либо те, либо те. Других каких-то вменяемых объяснений того, почему мы всё ещё не можем играть в Dark Souls, я не вижу. Потому что, собственно, перевод есть. Английская версия есть. Японская версия уже вышла, и в неё, естественно, все, кто знает японский, могут вообще спокойно играть. Так что чего, собственно, мы ждём, кроме того, что фромы или намка перестанут быть мудаками, не ясно. Но чего-то ждём. Так что, да, это всё не очень хорошо получается. Вообще ситуация немножко безумная в этом плане, что японская версия уже есть, но при этом стримерам запретили стримить дальше какой-то там части игры, потому что... Не знаю, почему, опять же, без какого-либо внятного объяснения причин. Собственно, стримерам дали английскую версию, которая тоже уже есть, но её не релизят, потому что, опять же, потому что кто-то мудаки. И, в общем-то, всё там подобное. Ну и при этом сами стримеры, конечно, их ни в чём винить нельзя. Если бы у меня был доступ к Dark Souls 3, то я бы прямо сейчас примерно пошёл стримить, потому что, во-первых, я бы набрал целую кучу просмотров на этом, да. Во-вторых, мне, собственно, хотелось бы поиграть в Dark Souls 3, естественно. так что, в этом плане, конечно, это не проблема стримеров, это проблема именно Намко и, возможно, Фроумов. Ну и ситуация абсолютно ужасная. И это, по-моему, единственный случай, о котором я знаю, когда... Ну, нет, наверное, не единственный всё-таки, но один из немногих, когда стримеры и прочие избранные получают доступ к игре за такое большое время до её релиза. То есть, обычно, да, в большинстве случаев... Ну, не в большинстве случаев, конечно, в большинстве случаев стримерам вообще не дают ранний доступ. Но если дают, то обычно это, там, не знаю, пара дней, может быть, неделя, но не три недели, не двадцать дней. Так что это тоже немножко странно. Но, опять же, это странно, потому что вся ситуация странная с тем, что игра уже вышла, по сути, в Японии. В общем, нифига не понятно, что с этим всем происходит. Но, одно сказать можно точно. Кто-то... Кто-то мудаки. Фромы, Намка или, там, ещё кто-то, это... Это вопрос. Но кто-то из них... Ммм... Не очень хорошие люди. Ну и при этом... Что ещё немножко поражает, это тот факт, что Dark Souls это такая серия игр, которая, в общем-то... В которой спойлеры это немножко критичная вещь. То есть, многим очень интересен сюжет и лор, многим интересны механические, скажем так, спойлеры. То есть, там, как победить какого-то босса, или, точнее, не как победить, а интересно научиться побеждать какого-то босса, скажем. Ну и вообще, что делает какой босс и всякие подобные вещи. Так что, в этом плане, опять же, это всё не имеет особого смысла, что... стримерам дали проспойлерить всему остальному миру игру за... за месяц, по сути, до... до релиза. Так что, опасайтесь спойлеров, скорее всего, буквально с сегодняшнего дня, а то и немножко раньше. Повсюду их можно будет встретить, в том числе и там, где вы совершенно не планируете их встретить. Ну и я бы не... Если вы, конечно, опасаетесь спойлеров и не хотите их получить, я бы не ходил на всякие форумы, реддиты и всякие подобные вещи, связанные вообще с этой серией в целом. А, ну и, кстати, к слову, если в моих комментариях кто-то будет что-то спойлерить, он... он получит бан примерно мгновенно. И нет, этим у него не получится меня чем-то расстроить или что-нибудь подобное сделать, потому что мне по барабану. Мне никогда особенно... То есть мне не то, что не особенно интересен лор и сюжет в Дарке, но... Я даже не знаю, мне как-то спойлеры никогда не особенно не напрягают ни к чему. Так что... Да. Ну и еще одна даже вещь есть, которая немножко тоже связана с Дарком и немножко тоже связана с тем, что кто-то в данном случае уже почти на 100% намко мудаке. И это тот факт, что у них какое-то безумие творится с ценами в некоторых регионах. Это, конечно, в принципе, для меня абсолютно не критично и меня не касается, и большинства моих зрителей это, конечно, тоже не касается, но за последнюю неделю в некоторых регионах цена Дарк Соулс менялась, не знаю, раз 10 и стала в итоге сильно больше, чем была до этого. В частности, например, в Бразилии, я знаю, там в какой-то момент цена выросла в 2,5 раза относительно изначальной, и сейчас остановилась на том, что она в полтора раза выше изначальной, что тоже, в общем-то, нехорошо. Это, наверное, единственная ситуация, когда приордеры имеют какой-то смысл, потому что те, кто уже предзаказал игру, получили ее, скорее всего, немножко дешевле, потому что сейчас она стоит в полтора раза дороже. Но, в общем, да, это независимо от того, Намка или Фрома мудаки в ситуации с стримерами японской, не японской версии, в этой ситуации Намка в любом случае мудаки. Так что, возможно, они просто мудаки вдвойне, возможно, просто и те, и те мудаки, не знаю, не ясно, но все-таки. Тоже, в общем-то, не очень хорошая и не очень приятная ситуация. Ну и, в принципе, это практически все, что я хотел сказать. Так что, я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Аймс. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok